Эй, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWare. С вами снова Joy, добро пожаловать в RimWorld. Давненько не виделись. Давайте продолжим наше приключение совместе с Колей, Уэлл, Буйволом, Грантом, Греем и Лосём. Лось, как у тебя дела? 88%. Мне кажется, как только закончится бодриновая зависимость... Возможно, возможно, он выйдет из комы. Возможно. Уэлл теряет воодушевление. У нас, кстати, квест. Огнестрельные ранения без шрамов. Я пытаюсь вспомнить, на чем мы закончили. Куча потерянных органов. Минус левый глаз. О, мау, гаут. Это очень плохо. Это очень плохо. Грей, не повезло. Лишилась ноги, лишилась глаза. Благодаря вот этим вот ребятам. Напомню, в прошлой серии мы вернулись с квеста. Прямо вот сто процентов. Как сейчас, помню, хотя записывал неделю назад. Мы вернулись с квеста по захвату где-то отсюда. Где-то здесь. Мы зашли на карту снизу. Тем не менее, ребята заспаунили справа. Прямо рядом с этими механоидами. И получили пару попаданий. Буйвол получил два выстрела из снайперской турели. К счастью, они должны зарасти. Медленно, но верно. А вот Грей... Грей потеряла глаз. Грей потеряла глаз. Мне очень хочется, чтобы... Ты попереносил... Все эти трупешники. Да и вообще все, в принципе, перенес. И ребята начали восстанавливать здесь ловушки. И в сегодняшней серии мы... Во-первых, мы, возможно, доберемся до основ микроэлектроники. Но очень важная задача, которую я хочу выполнить, это взлом информационного дрона. Появится дрон. На нас будут нападать пираты. Каждые 8 часов. И да. Да, мы будем воевать с пиратами. Но это будет пятый из пяти... Кусочек информации, чтобы получить легендарное наследие насилия. Это наше легендарное оружие. Вау. Вау, это будет круто. Будет круто. Это так... Это... Вау. Это очень сильно нам облегчит жизнь. Одновременно очень сильно усложнит ее, потому что мы станем дороже там на 4,5 тысячи. Но и... Не, поможет. Мне кажется, это все-таки нам поможет. Хочу, чтобы ребята занялись... Постройкой ловушек. А значит, нам понадобится чуть-чуть древесины. У нас здесь практически созрел лечебный корень. Как только будут готовы ловушки, мы сможем с чистой совестью заняться мероприятием. Картофель подойдет, наверное, на следующий день. Рис... Рис... Рис тоже вот этот вот краешек вырастет скоро. Внутри есть зона для сборки. Грант, пора просыпаться. А что вы медитируете? Сейчас же 13 часов. Ой, очень странно. Очень странно вы решили помедитировать. Это, конечно, хорошо. Так, кто у нас занимается фермерством? Грант? Коли? Эх... Я думаю, они найдут время. Вечеринка? Вау. Вечеринку отменили. Почему? Потому что я их перевел в режим боя? А, да, Грант устроил вечеринку, и я случайно отменил ее. Эх, сори. Ну ладно. Это могло им чуть-чуть поднять настроение, но... Эх, бывает и такое. Меня немного смущает Трумба на территории. Но, в теории, в теории мы можем с помощью Коли, когда на нас нападут пираты, эту Трумбу заагрессировать с помощью способности Ярость. И эта штука может нам помочь. Эта штука может нам помочь. Действительно может нам помочь. Я бы хотел, чтобы они построили дверь как можно скорее. Здесь как раз должно хватить, чтобы построить дверь. Окей. Это даже, наверное, в моем представлении важнее, чем строительство ловушек сейчас. Хотя... Э, здесь как раз этого ряда ловушек-то и нет. Давайте здесь расширим домашнюю зону. Чтобы ребятки восстанавливали эти стены по возможности. Не то чтобы принципиально, но... Эти стены должны нас, ну, хотя бы на чуть-чуть спасти. И... Блин, не уверен. Если придут копатели и начнут валить через... Через эту стену и будут выходить отсюда, наверное, получится очень неловко. Картофель, кстати, созрел. И рис созрел. Я бы хотел, чтобы Гранд все-таки... Так, Грей... Грей готовит. Хорошо. Грязь на кухне. Моя любимая. Коля, кого хрена ты не убираешься? У тебя же приоритет там двоечка. А, они пошли медитировать. Хорошая идея. Увел. Ребята. Медитация сейчас не основная. Перенесите всю эту еду, пожалуйста. Игрей, иди готовь. Я бы хотел, чтобы Гранд... Что он делает? Где он вообще? Я бы хотел, чтобы Гранд засел в всю эту область. Ненавижу микроменеджмент. Как я обожаю... Как я обожаю мод, который дает возможность... Сразу всю зону задачи выполнять. Ну, это... Это такое занятие. Я случайно нажал съесть картофель. Я не могу отменить последние действия теперь. Вот, больше всего не люблю. Больше всего не люблю микроменеджмент. Я не знаю, почему... Умиротворение мужчину. Вау. Гранд, мне надо, чтобы ты засел и всю эту область. Жизнь такова, что... Засеивать нужно всегда. При первой же возможности. Появилась минутка. Засеял. Я не знаю, почему я должен его форсировать. При том, что у него первый приоритет на засаживание. Раз ему нравится, когда его заставляют что-то делать... Пусть так. Пусть так. Буйвол полностью здоров. Хорошо. Есть. Это достаточно быстро вырастет. Умиротворение это супер. О, у нас новые маски появились. А-а-а. Маска войны. В виде кисиков. В виде кисиков. Прикольно. Можешь перенести вот это все барахло отсюда? Буйвол. Ну, хватит травиться-то, господи. Чем Коли занимается? Коли, убери. Убери. Скорее, пока Вэлл не отравился еще раз. И все равно отравился. Второй раз, кстати. Два из двух. Это надо постараться, чтобы еще так сделать. А как у нас опять нет древесины? Все. Я их не трогаю. Микроменеджмент прекратили на пару сек. Просто прекратили. Пусть они сами занимаются. И они опять начали все травиться. До какого хрена? Коли. Ну все. Она занимается надзором. Она готовит и должна убираться постоянно. Бещет, зараза. Окей. Мы ее уберем на четвертый приоритет. И она пошла медитировать. Вы че? Издеваетесь? Что с ними не так? Что с ними не так сегодня? Рэнди даже еще не успел нам навредить. Он ничего не сделал. Он даже не присоединился к нам еще. А вы уже меня выводите, мелкие засранцы. Я надеюсь, она когда-нибудь все-таки начнет убираться. Да, вот это домашнее. Вот это домашнее. Ааа. Вот это уберем из домашней зоны. Риск нервного срыва... Безусловно. Постоянно. Постоянно будут риски нервного срыва, потому что... Они все отрав... А, Вэл, третье отравление подряд. Ты что, издеваешься? У тебя что, слабый желудок? Грипп у животных? Вы че, гоните что ли, блин? Это прям чушь какая-то. И мышечные паразиты. Перенеси лекарства. Полечи овцу и перенеси лекарства. Блин, а овечки именованные погибли, да? Жаль, жаль. Я надеюсь, кто-нибудь из них все-таки добудет чуть-чуть древесины. Ааа, возможно, от гриппа погибнет эта овечка. Я вот сейчас что-то предполагаю. Потому что там... 17%. Посмотрим, посмотрим. Если очень близко подойдет, то мы всегда можем уничтожить эту овечку. Меня смущает эта трумба. Но действительно, эта зверюга может нам помочь. Ты что, гонишь? А ну, лось не так страшно. Я не понимаю, почему Коли не убирается. Она просто занимается... Обезьяна сходит с ума. Не. У нас полно ловушек. Я думаю, какая-нибудь из них затригерит. Давайте последим за Коли. Буквально пару секунд. Чем она занимается? Грей отравление. Опять. Метеорит серебряной рудой? Ну, это приятный бонус. Обезьяну уже убили? Я не представляю. Я не представляю. Но я ее больше не вижу. Наверное, она погибла где-то. Или, может быть, Коли сейчас съест где-нибудь со спины. Слушай, она действительно пропала? Возможно, ее уже приготовили даже, пока я отвлекался. Так. Коли, ты меня бесишь. И доводишь вообще. Я не хотел просто первый приоритет ставить, потому что есть другие задачи, которые тоже очень важны. Например, кормить заключенных, чтобы они с голода не умерли. Готовить еду. Это приоритетнее. Но она не хочет. Поэтому пусть занимается уборкой. Насильно. Это должно сократить чистоту... Частоту отравлений. Оооо. Мучения. Самое настоящее мучение. У нас, кстати, здесь куча ягод. И меня смущает то, что... О, фермерский лагерь. Меня смущает то, что Грант не занимается посадкой. Хотя у него приоритет назначен... Единица. Строить он сейчас приоритете не может, потому что у нас дерева нет. То есть он в последующих этапах должен фермерством заниматься. Но он этого не делает. Не засажено ничего. Кроме... Кроме участка, который я насильно заставлял его высаживать. Очень странно. Какое-то очень странное поведение. О, кстати, дерево созрело в большом количестве на нашей территории. Вот это... Вот это большой бонус. Вот это хорошо. Кстати, скоро... Не особо скоро, но скоро. Сестра Буйвола к нам в гости приходит. У них есть какие-то предметы для обмена? Они нудисты. Я не думаю, что у них есть что-то для обмена. У них ничего нет для обмена. Когда-нибудь... Когда-нибудь... Когда-нибудь к нам придут полезные гости. И Вэл... Не знаю, 5 из 5 отравлений. 5 из 5 отравлений. Просто... Поел 5 раз, отравился 5 раз. Офигенно. Офигенно. Давайте расширим эту зону, чтобы Вэл еще... Чтобы Коля еще и здесь убиралась. Кроме зоны заключенного. Коля, иди убирайся повсюду. Овца 2 родила. Прямо перед своей гибелью. От гриппа. 30 на 35. Кстати, нет. На удивление, иммунитет на месте. Буйвол. Перенеси все медикаменты отсюда. Это очень хорошая идея. А, так. У кого нет оружия? Есть милишная, есть дальняя. Вроде все с оружием. Почему ты без маски? Рубец неприятный. Стол портного. Кто у нас готовит? Кто у нас ремесленник? Давайте здесь глянем. 0, 3. 3. 4 у Гранта. И 4 у Лося. Когда-нибудь Лось нам поможет. Я хотел поставить... Лощи, это замечательно. Я хотел... Да, наверное, мы выточим... О, Лось пришел в себя. О, Маугаут. Это... Это что-то вообще новое? Йоу. У нас наконец-то есть поселенец. Две штуки пускай сделают. Когда-нибудь, когда у нас будет древесина. Лось, ты че? Ты, типа... А че ты делать умеешь? Не можешь заниматься уходом. Неважно. Уборка. Во, вот это важная цель. А еще ты можешь заниматься ремеслом. И готовкой. И с Колей мы тогда снимем готовку. Потому что она не очень хороший повар. И у нее нет огоньков. Все, у нас есть два повара. А, Вэл. Че у тебя осталось? Алкоголизм у тебя остался. Кстати, я был прав. Утешить. Алкогольная ломка. Еще минус 35, конечно, но... Умиротворение нам поможет. Умиротворение нам на некоторое время поможет. У нас появился наконец-то поселенец, который может делать что-то полезное. Ой, я забыл про гостей. А, Вэл. Они же сейчас умрут. А, все, отменили. Они сейчас умрут. Пух. Отбой. Отбой. Грант, какого хрена ты голоден? Почему вы не можете самостоятельно заняться своими... Своими делами? Кто? Я не знаю. Кто-нибудь, идите готовить. Вэл. Грант, убери ее. Он опять часа травится. Умиротворение закончилось. Окей. Окей. Ладно. Алкоголизм, конечно, затянется на некоторое время, но... Все равно хорошо. Чтобы принять это задание, вам требуется спальня, подобающая титулу барон. Ослепляющая волна, стрелковый визор, передовый медикамент. Блин. Это все было бы очень здорово, но и, наверное, не сейчас. Лось, возьми себе пистолет. Не то, чтобы от тебя эффективная какая-то польза будет с твоей работой 40% и алкоголизмом, но лишняя огневая мощь нам пригодится. Сильно. В теории это будет чокпоинт, где мы будем биться с противниками. Здесь будет буйвол танчить в проходе. И здесь будут стоять ребята и отстреливаться и пытаться помочь ему выстоять и не умереть в ближнем бою. Наверное, что-нибудь как-то так. И вроде как... Вроде как... Поселенцы что-то начали делать, наконец-то. Риск нервного срыва у лося постоянно. Постоянно будет. Постоянно будет. Алкогольная ломка очень серьезна. Но ничего с этим не поделать. Пока не пройдет. Будет бесить нас. И растерянность. Замечательно. Замечательно. Мы привыкайте к этому звуку, потому что он будет происходить постоянно. Но зато после этого наступает раскаяние на несколько дней. И как бы и нормально. На 13 сидим. Хорошо. Хорошо. Кого-нибудь порадуем? Наверное... Наверное, Гранта порадуем. Новым сионическим скиллом. Кстати... Используем. Почему нет? Иди сюда. И в этой комнате тоже использую. Чтобы было. Можете отдыхать. От отравлений все отделались. Ждем, когда лось переживет свою растерянность. Эту очередную. И... Да. Животноводство. Кулинария 10. Алкоголизм не помогает, конечно. Сейчас бы у нас просто был супер-супер-мега повар. Супер-мега повар. У нас, кстати, куча блюд. Возможно, второе место для готовки нужно. Но в целом, да. В целом мы практически, практически готовы к тому, чтобы организовать и попробовать выполнить следующий квест. У нас есть трумба. Которую мы можем использовать в совершенно грязных, неподобающих целях. Для защиты от пиратов. Рис будет на подходе. Все. Ждем лося. Перематываем время. Надеемся, что не произойдет каких-то новых овца. Два, опять беременна. Офигеть. Офигеть. Раз за разом. Как они неплохо там время. Проводят. И мышечные паразиты у нас есть. Но похоже, что это нам даже на руку. Они же увеличивают... Ну, с тобой понятно. Тебе ничего уже не увеличить. Тебе нужно пересаживать руку и ногу. О, бедный Грант. У Буйвола... А у кого еще мышечные паразиты были? У кого-то точно были, но похоже, только Грант остался со своими. Средний гул. Не здорово. Не здорово. Не здорово. Совершенно не здорово. Ребята в зоне работы, но я не вижу, чтобы строились ловушки. Я не вижу, чтобы древесина добывалась. Это прям... Прям так... Странно. Они занимаются какой-то херней. Давайте снизим уровень необходимой концентрации, наверное. И... Коли, наверное, тоже можем спустить. Черепахи сходят с ума. Одна? Я вижу одну только красную точку. А, здесь еще одна. И здесь еще одна. Три черепа. Четыре. Вот еще одна. Как-то они прям рандомно напали, но... Ну, ладно. Это, кстати, может нам халпануть. Коли, сейчас будешь уносить камушек. Предлагаю... Грант наконец-то начал высаживать всякое барахло. Окей, окей, это хорошо. Я вас перевожу теперь на... На диких животных. Коля, иди отсюда, пройди. Закрой дверь. О! Черепахи зарамсили. Если черепаха уничтожит жнеца, это будет прям безумно смешно. Жнец, походу... Да, он пошел лупить дальше черепах. Окей, окей. У нас не хватает большого количества ловушек. Наконец-то начали добывать дерево. Хорошо. Я думаю, что больше затягивать не стоит. И так уже 25 минут. Да. Надеюсь, он приземлится где-то у нас на территории. Мать. Он приземлился в полнейшей жопе. Как она перед смертью успела Вэл укусить? Я бы хотел, чтобы Грант разобрался с черепахой. Это очень не повезло. Очень не повезло. Очень не повезло. Колоссально не повезло. Посмотрим, насколько быстро у Вэл получится. У Вэл достаточно высокий скилл. Может быть, Грант когда-нибудь попадет. Фу, это очень плохо. Очень плохое расположение. Скорее всего, его просто... Приходящие дикари сломают здесь, потому что... Я не хочу здесь точно делать коридоры, да я прям сто очков даю. У меня абсолютно никакого желания делать здесь коридор. Грант, алло. Эх, жнеца, к сожалению, не замочили. Окей, окей, насколько получится. Насколько получится. Еще одна злая черепаха, да? И еще одна злая черепаха, ага. А, это перестало злиться. Восемь часов у нас еще. Я прям... Прям сомневаюсь очень сильно. Я не знаю, куда идут черепахи, кстати. Но Гранта они явно игнорируют. А, вот это сагрилось теперь. Это пока что идет, видимо, на территорию. И хорошее попадание. Есть еще. Слушай, ну... Одна пятая за пару часов. Может быть, если одну волну отобьем... Дальний бой десятка. Серьезно? Это вот ты с десяткой при дополнительном освещении так стреляешь? Издеваешься? Есть. Минус одна черепашка. О, как же не повезло. Я надеялся, что как в прошлый раз на нашу территорию куда-нибудь упадет. И мы просто в шоколаде будем дефаться от ловушек и нормально время проведем. Абсолютно нет. Не повезло. Но идет достаточно быстро. Может быть, мы все-таки как-нибудь... сможем. Может быть, первый рейд начнется со стороны этих механоидов. И это сохранит нам еще 8 часов дополнительных. Грант, ну давай. Ну, в упор стреляешь уже. Камон. Есть. Мое предложение вот эту дверь открыть. И иди занимайся своими делами. Риск нервного срыва. У Вэлдза. Чего такое? Средний гул. Грант. Грант, мое предложение здесь сделать свет. Лось больше не испытывает растерянность. Хорошо. Все. Грант, можешь идти домой. Это снимет дебаф темноты, наверное. Прерванный сон. Все. Грант, отдыхай. Вэлл полностью здоров. Вэлл полностью здоров. О, Коля. А, Вэлл. Подожди. Вэлл полностью здоров от ушиба. Хорошо. Это минус боль. Слушай, почти половина. Почти половина. Я отправлю. Один час остался. Я отправлю Вэлл обратно на территорию. Потому что там вообще катастрофически плохое настроение. Там голод, там усталость и прочие вещи. Налет. К сожалению, абсолютно с другой стороны. Абсолютно с другой стороны. Грант уставший. Грей. Лось. Коли. У них только один дальник. У них только один дальник. Остальные мили, может быть, что-то сможем как-то распихать. Я очень сомневаюсь. Я очень сомневаюсь, что он у нас выйдет задефаться. Лось бесполезен. Я просто, я смотрю на эту скорость передвижения, мне кажется, это совершенно бесполезно. Мы можем ярость на них воткнуть. И они между собой зарамсят. И отступим. Ай, окей. Они зарамсили между собой. Буйвол нужна помощь здесь. Отвлекай. Грей, какого хрена ты стоишь и смотришь? И последний остался. И они отступают. Хорошо. Буйвол, как дела? Отрезали указательный палец. Ну, да, бывает и такое. У нас, кстати, ужасно автоматический пистолет теперь в подарок здесь достался. Мне хочется... Мне хочется... Сейчас Вэл поднимет себе настроение и пусть идет взламывает. Мы смогли целую волну отстоять. Ярость колоссально. Колоссально крутая вещь. О, и Буйвола похилили. Прекрасно. Все, Вэл, иди. Удовлетворенность 50% меня устраивает. Может быть, успеем. Я очень сомневаюсь. Просто ждем звонка о том, что... Начался рейд. Вэл отправляем. И пробуем таким же раскладом, только Буйвол... Не знаю, на чилле сейчас останется. Порез, ушиб, разможженная рана. Только указательный палец пострадал. Ну, еще не самый плохой исход. Может быть, успеем. Откуда? Трое? Коли... Гранд... Грей. Попробуем также сейчас воткнуть ярость. Они все милишные. Они все милишные. Они все милишные. Ярость не откатилась, к сожалению. Хорошо, рискнул. Хорошо, слушай. Там всего один, получается, разламывает. Он отступает. Вэл, иди взламывай дальше. Вы, ребята, все свободны. Злоупотребление вэл. Окей, Коли, взломой. Сука, идиоты. Ой, не могу. В такой опасной ситуации начинать сходить с ума. Грей теряет воодушевление. Да, с умственным трудом помимо Коли никого получше нет. Ну, вэл, соответственно, лучше. Ну, и как бы, да. Ступор буйвал. Вы как затрахали меня. Господи. Дайте разобраться с одной задачей. Лось, перенеси рог. Это это супер хорошее оружие. Сотку. Сможет ли Коли сотку задавить? Давай, еще 50. Умоляю, но только не сходи. Сколько и где? Четыре человека. Господи, десять. Давай, Коли, ты сможешь. Еще два, один. Беги домой. Все, мы успели. Мы успели официально. О, космический дрон взломан. Подходите, подходите к нему поближе. Подходи, подходи. Давай. О, отличная идея. Давайте, ребята, отличная идея. Коли. Наша маленькая героиня. Коля, отдыхай. О, мой бог. О, мой бог. Йооо. Ох, ох. Так, все. С рейдерами покончено. С дроном покончено. Система безопасности активируется через три дня. Так, мы сейчас посмотрим, что там, о чем, о чем квест. Во-первых, мое предложение всех этих людей затащить, и мы их съедим. Насколько бы это жестко не звучало, это вообще-то ням-ням. Область с работы расширю так, чтобы можно было зацепить этого товарища. И эту черепашку, например. Коли ест простое блюдо. Коли, перенеси черепаху. Грант медитирует. Неважно сейчас. Грей, перенеси. Лось. Перенеси пару трупов. Это нас подготовит в плане еды. Так, теперь посмотрим, что квест. Вы наконец-то узнали местонахождение реликвии наследия насилия. Реликвия находится в древнем сооружении. Она находится под защитой охранной системы, состоящей из нескольких независимых элементов. Вы можете последовательно разобраться со всей охранной системой перед тем, как забрать реликвию. Или попытаться убежать с ней прежде, чем вам смогут навредить. Достаточно близко. Достаточно близко. И у нас есть три дня до того, как активируется система безопасности. То есть, если мы свалим на следующий день. Ну вот, сейчас чуваки отдохнут. Чуваки отдохнут. Мы сможем отправить... А я не знаю, кого отправлять. Гранд Грей и Коли, наверное. Потому что Буйвол в коме и неизвестно, сколько времени еще будет. Вэл страдает хренью. Лось. А из них никто медициной еще не владеет. Буйвол медик, но он в коме. Гранта и Грей вдвоем отправлять за легендарной пушкой? Я не уверен, насколько это хорошая идея. Я даже не знаю, насколько это хорошая идея. Я бы хотел дождаться, пока Вэл перестанет бесить меня. Вэл перестал меня бесить. Хорошо. Окей, ребята начали готовить еду. Все нормально. Грей и Гранта вдвоем отправить? Коли останется как медик. Не самая плохая идея на самом деле. Не самая плохая идея на самом деле. Голод буйвола. Пусть приготовят еще чуть-чуть блюд. Я... Ой, я терпеть не могу вот эту тему, когда они три деревяшки из одного стака приносят, заправляют плиту и не успевают приготовить. За время, пока плита работает. Окейшки, блюд более чем достаточно, я считаю, что нужно отправляться. Но я, наверное, отправлюсь в следующей серии. Чтобы... Я рассказывал в Элден Ринге. Если серия выходит больше 50 минут, то файл получается слишком большого размера, я не могу его загрузить на Яндекс.Дзен. Вот. Поэтому 45 минут мне показалось оптимальным количеством. Оптимальным количеством. Так что, ребята, большое спасибо за то, что ворвались в очередную серию Римболлы. Я постараюсь записать три штучки на этой неделе. На недельник, среда, пятница. И... Да. Влепите лайк, подпишитесь на канал, и это очень сильно помогает в развитии канала. С вами Рженни, специально для канала JoyWire. Увидимся в новых сериях наших приключений в мире Римболла. А я сейчас прямо сразу запишу этот квестик, и надеюсь, он пройдет нормально. Желаю вам всего хорошего, ребятки, и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова